Вы смотрите программу «Альтернатива». В этой части нашей передачи «Говорим о ситуации в Украине» к эфиру подключился известный украинский журналист Роман Цымбалёк. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Юлия. Мне очень приятно, что вы уделили нам свое время. Хочу сказать, что у нас очень много тем для обсуждения. Надеюсь, что успеем все охватить. И хочу, собственно, отметить для телезрителей, что интервью с Романом Цымбалёком было записано заранее, как говорится, если что. Итак, что ж, парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать международный трибунал. Господин Цымбалёк, хочу поинтересоваться вашим мнением. Вот на ваш взгляд, реально ли создание международного трибунала, способного судить и расследовать сначала, затем вынести решение по поводу военных преступлений, как в самой Украине, так и в отношении руководства Российской Федерации? Ну, с чего-то нужно начинать. И дело в том, что не только парламентская ассамблея НАТО приняла такое решение. Есть еще решение Европейского Союза. И оно, наверное, по своему весу примерно такое же, то есть не предполагает каких-то обязательных действий. Но когда люди начинают называть вещи своими именами, они принимают правильные решения в дальнейшем. В нашем случае вопрос идет о поддержке Украины, поставке ей вооружения, и, в принципе, это и так осуществлялось. Но когда речь идет о борьбе с вот этим вот вселенским зломом в качестве терроризма, то это все очень здорово. А что касается вашего ответа, понимаете, осудить Путина и российскую верхушку вряд ли на сегодняшний день это реально. Потому что трибуналы обычно применяются для тех, кто проигрывает войну. До этого это было в судьбе Милошевича, до этого гитлеровских нацистов, которых тоже осудили трибуналом. На сегодняшний день, насколько мне известно, ни у кого нет целей и задачи прийти и сжечь Москву вместе с Мавзолеем. Поэтому вот этот вот статус за россиянами и российским руководством будет закреплен на длительное время. Ну и это здорово. Тоже здорово. Аккуратно таки сегодня, ну, ожидается рассмотрение, почему сразу предупредила зрителей, что записываем заранее. Сегодня вроде как Европарламент рассмотрит резолюцию, которая может признать Россию страной спонсором терроризма. Если подобная резолюция будет принята, я понимаю, что это политическое решение. Но все же смогут ли в такой ситуации международные внешние партнеры Украины настаивать на том, чтобы Украина все-таки села за стол переговоров с Россией? Вот прямо на момент записи нашего интервью, вот как раз вот минутку назад это решение появилось о том, что Европарламент признал Россию государством спонсором терроризма. Здесь в этом решении важно, знаете что? Что только 8 депутатов проголосовали против, а 575 за. Вот, наверное, это просто говорит об отношении к российскому государству. Что касается переговоров, ну, на самом-то деле переговоры ведутся и с террористами в том числе. Давайте-ка вспомним, будь то какие-то истории с заложниками, всегда ведутся переговоры для того, чтобы спасти людей, жизни. Иногда это удачно, иногда нет. В части, в нашем случае, конечно же, переговоры возможны, и мы вообще за переговоры. Просто тут российские террористы, уже официально мы можем об этом говорить, они почему-то предполагают под переговорами фиксацию и закрепление за ними оккупированных территорий. Что, соответственно, в принципе, невозможно со стороны Украины. А так, президент Зеленский неоднократно говорил вывод войск. После этого мы садимся за стол переговоров и размышляем о репарациях и оплате разрушенных объектов здесь, ну и компенсации родственникам жертв погибших. Все просто. Поэтому, конечно, все войны заканчиваются переговорами, и эта война тоже закончится переговорами на каком-то этапе. А вот то, что недавно, внезапно, в кавычках, Ксмин Лукашенко прокомментировал инцидент в Польше с падением ракеты, сказал, что цитата похожа на договорняк. Вот по этому поводу, что вы считаете, почему все-таки НАТО и Европейский Союз даже после падения ракет в Польше не задумались о закрытии неба? Поскольку таких инцидентов можно было бы избежать, потому что и в Молдове тоже произошло происшествие, к счастью, обошлось без жертв, в Наславче упали ракеты. Может быть, стоило все-таки задуматься и добиться конкретики по поводу закрытия неба над Украиной? — Действия российских террористов — это как коронавирус. Они не признают государственных ракет, и это действительно не первый случай падения российских объектов, которые должны были упасть на головы украинским женщинам и детям. Был случай в Молдове, был случай в Польше. Еще было зафиксировано падение российского беспилотного аппарата советского производства в Хорватии. То есть это все говорит о том, что вот эта вот беда, которую транслирует и несет Российская Федерация, это угроза для всех. Теперь, что касается Лукашенко, ну давайте-ка разберемся. Что значит договорняк? Договорняк кого с кем? — Я вполне допускаю, что действительно так оно и было, как придерживается сейчас официальная версия, что это была украинская ракета, которая упала на территорию Польши, и, к сожалению, погибло двое людей. Только давайте рассмотрим эту ситуацию немножечко шире, потому что российские террористы частенько делают монтаж в своих головах и избегают причинно-следственных связей. То есть в этот день был массированный удар ракет по инфраструктурным объектам Украины. Большинство ракет было сбито. Кстати, вот сейчас мы с вами общаемся, у нас воздушная тревога, и сообщают о том, что летят в направлении Одессы ракеты. То есть говорит это о том, что при каких-то обстоятельствах может опять упасть что-то на молдавской территории, например. Но какой же тут договорняк? Мы, страна, которая защищается от террористической ракетной атаки, в результате чего, ну это же техника, что-то может пойти не так, что-то может дать сбой и, соответственно, привести к таким трагическим последствиям. Только вина как была за российскими оккупантами, так и она и остается. И уверен, что за гибель вот этих людей рано или поздно, я имею в виду на территории Польши, заплатит российское государство. Поэтому никакого тут договорника нет. Или если речь идет о том, что, понимаете, российские пропагандисты, они же информационные террористы, они же это хотели показать таким образом, что Украина напала на Польшу, на страну НАТО. Ну, понимаете, это же безумие, это же абсурд. Ну, в принципе, да. Вы знаете, раз вы затронули тему пропагандистов, вот хочу, потому что они орудуют и у нас тоже, на нашем информационном пространстве, хочу вас спросить, по-вашему, менялись ли методички в зависимости от продвижения украинской армии? И менялся ли образ Зеленского? Вот человека, как говорится, цитата, марионетка, как это на всех платформах освещалось, до сейчас Зеленский оказывает влияние на Запад, опять-таки, цитата. Да, эти ребята запутались, и, в принципе, вот эта российская информационная машина, вот если ее проанализировать, то по большому-то счету ничего не изменилось за последние 8 лет. Вот как они начали после аннексии Крыма рассказывать, что тут одни нацисты ходят и едят русскоязычных. Вот видите, я вот объелся русскоязычных и с вами из Киева говорю прямо на русском языке лучше, чем Рамзан Ахматович Кадыров. Но это лишний раз свидетельствует, что здесь русскоязычных всячески ущемляют. Да, это ирония. Вот, но что касается Зеленского, вы знаете, вот это у нас после начала войны это уже второй президент, то что к Порошенко, что к Зеленскому, Российская фашистская федерация относится одинаково. Им не нравится, что это выбор украинского народа, а не назначенный гаулятер Путиным. Вот, собственно, и все. Поэтому сейчас вот масса вот этих вот слов, которые звучат в таком вот контексте, что, с одной стороны, у нас тут какое-то вроде как внешнее управление, с другой стороны, американские газеты пишут о том, что Зеленский влияет на Белый дом и заставляет его принимать неочевидные или спорные решения с точки зрения американских интересов. Ну, в общем, дело тут в другом. Эта история не персоналей в нашем случае и в части Запада. Потому что Украина и при помощи, опять же, стран НАТО, мы боремся с вот этим современным нацизмом, который исходит из Кремля. И дело не в фамилии Зеленского. Вот, наверное, я бы на этом остановился. Вы знаете, если вы позволите, я хотела бы вам напомнить вашу же публикацию. Годичной давности вы тогда писали, что цитата «Мы воспитали очередного президента войны, даже не войны, а защиты всеми имеющимися средствами». Это был 2021 год. Вот спустя все это время что-то поменялось в вашем мировоззрении по этому поводу? Наоборот, это лишний раз подтверждает правильность моих слов и моих выводов. Откуда эта фраза взялась? Вот Владимир Александрович Зеленский пришел к власти в 2019 году на абсолютно миротворческих таких лозунгах. «Нужно прекратить стрелять», «Нужно прекратить войну», «Непонятно, кто на кого напал», «Олигархи зарабатывают, украинские на войне» и так далее. Были у него там масса действительно усилий вот этой вот на то время неопытной команды для того, чтобы прекратить боевые действия. Но в конечном итоге даже Зеленскому быстро в течение первого года его президентства объяснили, что «Чувак, нам все равно, как то, что я сказал, что нам все равно фамилия президента Зеленский, Порошенко, Иванов или Петренко, ну или можем взять любую молдавскую фамилию. Нам надо, чтобы вы здесь выполняли нашу волю». И так, одно за другим, когда позиция Зеленского начала меняться, когда ему прямо объяснили, что от него требуют капитуляции, я, собственно говоря, и написал эту фразу. Ну а дальше полномасштабное вторжение. И у нас тут есть тоже дискуссии, правильно ли мы готовились к войне. Но Зеленский в самый ответственный момент свою функцию верховного главнокомандующего выполнил. Что произошло 24-го числа? Он сказал «Все до сброи, всех оружия убьем всех российских оккупантов». Ну чем мы сейчас и занимаемся. А каково ваше личное мнение? Правильно ли Украина готовилась к войне? Ну, в целом, да. То есть, понимаете, у нас это же вот всегда такой момент. Можно был, почему там, допустим, был захвачен быстро Херсон, почему зашли из Крыма, почему дошли до Киева, почему не была проведена мобилизация до, хотя сколько было предупреждений, почему не была проведена вся программа подготовки резервистов и то, что называется у нас «Призыв в первой очереди». Задейных вопросов очень много. Но и после войны здесь на этом будут эспакулировать наши политики и говорить, что ты там неправильно подготовился. Масса чего будут говорить. Но, если честно, мне кажется, глобально к такому вторжению подготовиться, чтобы никто не погиб, невозможно. И это нужно зафиксировать, потому что армия встретила российских оккупантов огнем на всех направлениях. Мы, никто ничего не сдал без боя. И еще раз, вот давайте вернемся в 24 февраля. Еще немного года будет. Что важно. Значит, они пошли по всем направлениям. И далее, на момент записи нашего интервью, половину захваченных территорий мы уже освободили. Освободим и все остальное. Ну что ж. Если вы позволите, я бы хотела вернуться немножечко еще к событиям, которые имели место до вторжения. Вы, если я не ошибаюсь, четыре раза участвовали в пресс-конференции, большой пресс-конференции Путина, задавали ему вопрос о присутствии российских войск на Донбассе. И последний раз, если не ошибаюсь, это было в 2021 году. Вот сейчас, что бы вы спросили Путина? Ничего. Никаких вопросов к нему нет. Тем более, насколько я понимаю, пресс-конференцию они уже проводить не будут. Потому что маньяку, а Путин стал маньяком, в прямом смысле этого слова, ему сказать-то нечего. Нет никакой второй армии мира. Вообще ничего нет. Есть только российские военные преступления, украденные стиральные машины и тысячи-тысячи убитых людей. Кстати, из этих тысяч, 85 тысяч, это молодые российские мужчины, которых мы здесь убили и правильно сделали, и убьем всех. Знаете, я всегда повторяю на всех возможных площадках одну мысль. То всех российских оккупантов, то есть российских мужчин в первую очередь, половозрелых в репродуктивном возрасте, кто с оружием в руках, идет сюда, они все здесь будут убиты. Кто не верит, посмотрите, просто сейчас какое-то безумное количество видео под бахмутом, как классно валяются на полях трупы российских солдат. Поэтому мне в этом плане в части журнализма повезло. Я все вопросы, которые хотел, я ему задал. И, наверное, один из вопросов, я тогда был в мамином розовом свитере, или оранжевом, звучал примерно так. Понимаете ли вы, что даже если вы когда-то уйдете на пенсию, а издохните, то россияне останутся для украинцев и оккупантами. Ну, собственно, добавить здесь нечего. А как вам кажется, Ксен Цымбарек, Путин может уйти на пенсию? Ну, вы заметили, я же сказал, уйдет на пенсию, от себя добавил, чего не было на пресс-конференции, или с**но, рано или поздно правление Путина закончится. Или его смертью физической, или каким-то игрой в преемники, и уход на пенсию, занятия своими маленькими детьми, Аталины Кабаевой и так далее, которые уже не такие уже и маленькие. Поэтому, что у него спрашивать? Ну, что у него спрашивать? Понимаете, вот правление Владимира Путина, вот кто-то думает, что это гениальный политик, который войдет в историю России, там, какими-то золотыми буквами. На самом-то деле, все как раз наоборот. Когда россияне проанализируют вот это правление, они будут просто в ужасе. Потому что, ну, самое главное, что президент России, вот прямо сейчас на наших глазах, занимается завершением обнуления российского веса в мире. Вот он там всегда говорит, там, многополярный мир и всякое такое. Может быть, он и будет многополярным, но России в качестве полиса не будет. Я не говорю о том, что потеряно полностью политическое влияние России в Украине. Оно равно не нулю, это отрицательная величина. Россию изгнали с энергетического рынка Европы, газа и нефти, где, собственно говоря, они и получили все свое богатство, которое позволяло им, конечно, шумарить, кстати, не только Украину, но и Молдову тоже. И все в целом, вот когда вот будет подведен итог, они скажут, блин, ну разве можно быть таким тупым? Надеюсь, вы это не запикиваете. Ксвин Симбалевка, раз мы затронули тему режима путинского, приблизит ли начало конца повышенное доверие к такому персонажу, как Евгений Пригожин? Вообще до чего это доведет? Потому что я так понимаю, что он же намеревается создать какую-то свою партию, официально вступить в политику. Ну, в России как таковой политики нет. Сейчас они создают центр такой силы, может быть, это будет партия, может, это будет частная военная кампания, для того, чтобы аккумулировать вокруг себя всех вот этих вот, ну, ультрафароссийских фашистов. Это, мне кажется, очевидным. Но почему я говорю, что нет политики в России? Политика, она предполагает какие-то разные точки зрения и возможность людей как-то влиять на политический курс. В российских реалиях это все такая, знаете, понарошку, такая бутафория. А если мы говорим о Пригожине, то сейчас вот они являются такими штурмовыми отрядами, которым все равно, сколько погибнет у них людей. Но на следующем этапе это будет, очевидно, такой филиал опричников, один из отрядов опричников, который будет расправляться с несогласными внутри России, а их сейчас станет значительно больше. Я же не просто так сказал о трупах российских солдат, которые валяются под бахмутом. Это же чьи-то сыновья, отцы, у них жены остались, ну, масса всякого такого. А отдельной категорией здесь идет еще один отряд опричников, которых возглавляет товарищ Дондон Кадыров, простите, Рамзан Ахматович Кадыров. Ну, вот, поэтому рассматривать на сегодняшний день их как отдельные величины политические, мне кажется, странно, этого делать не строит. Но, с другой стороны, при слабеющем Путине эти акторы могут стать такими, которые будут проводить свою линию. И вот если вот мы вернемся, вот еще один из элементов, когда я говорю о том, что россияне будут в шоке от отправления Путина, вот мы с вами записываем наше интервью в тот момент, когда в Ереване должно происходить какое-то мероприятие в рамках АДКБ. Так вот, даже на постсоветском пространстве позиции российского президента, ну, и России в целом, стремительно приближается к нулю. Вот результат. Продолжая тему о постсоветском пространстве, как бы оправдывая агрессию и военное вторжение в Украину, Путин неоднократно говорил, что защищал и в Крыму, и на Донбассе права русскоязычных граждан. Вы, наверное, понимаете, что хочу вас спросить по поводу потенциальной защиты Приднестровья, да и всей Молдовы. Вообще от чего это зависит? Ну, давайте будем все-таки называть вещи своими именами. Никакой защиты русскоязычных нет. Есть массовый геноцид русскоязычного населения. Вот в прямом смысле. Именно убийство русскоязычных в тысячами. Вот где идут боевые действия массовые, то есть от Харькова включительно до Николаева, куда они подбирались, это не является военной тайной, что там преимущественно русскоязычные регионы Украины. И вот это слово защита русскоязычных от чего? Никто на этот вопрос ответа не знает. От жизни, наверное. В одном Мариуполе они убили десятки тысяч русскоязычных граждан. В этом плане Путин, он, конечно, переплюнул Гитлера. Потому что, проводя нацистскую политику, Гитлер немецкоговорящих людей все-таки не уничтожал тысячами. Там, самолетами, артиллерийскими установками. В интернет заходит, что сколько там разрушений, когда просто складываются дома вместе с жителями. Ну, вот так вот я представляю, мне, честно говоря, от этого волосы еще есть, и вот они становятся дыбом. Теперь, возвращаясь к Приднестровью. Значит, им все равно на русскоязычных. Их задача сделать так, чтобы Приднестровье и Молдова было частью российского государства. Что вот мы с вами говорили на русском языке, но вы же можете у себя, я не знаю, на каком языке вещает ваш канал, но, в принципе, что-то мне подсказывает, что, в целом, ты идешь по Кишиневу, будешь ты говорить или на молдавском языке, или на русском. Если люди знают этот язык, они постараются друг друга понять, и никто не делает из этого проблему. Но российскому руководству и Кремлю им нужно, чтобы рядом с молдавским флагом был российский. Вот чего они хотят. И фактор Приднестровья используется исключительно для этого. Но в данном случае могу вас успокоить в плане того, что Приднестровье или останется вот в таком вот замороженном состоянии, как это сейчас, а если ваше руководство при каких-то обстоятельствах решит эту проблему решить, вот прямо сейчас, то позвоните Зеленскому и скажите, вы ликвидируете российских оккупантов там, а мы вам отдаем все боеприпасы на складах колбасной. Вообще все. Поверьте, мы согласимся. Никаких сил, которые могут там чему-то противостоять, там нет, и желания там нет у людей воевать. Желания нет, да, у права. Конечно, нет. Ну, по сути осталось что? Остался российский факт, флаг, и российские оккупанты. Потому что люди, которые называют себя миротворцами, но почему-то у которых нет мандата, и которых невозможно выгнать, они не являются миротворцами. Это такие же оккупанты, они ничем не отличаются от Мариуполя и от Террасполя. Но это дело Молдовы. Мы тут никому ничего не подсказываем. Я просто говорю о том, что эта война, она обезопасила и Молдову в том числе. Потому что захватили бы они Одессу и далее Приднестровье, ну, вы понимаете, куда бы они пошли дальше? Ну, куда? Понятно? Я не знаю, насколько вы в курсе с нашими политическими реалиями. Уже несколько месяцев и столица Молдавская, и Кишинев, охвачена антиправительственными протестами, протестами против президента, против проевропейского правления. Есть достаточно оснований полагать, что спонсируется это все из Кремля, различными методами, да и, к сожалению, посредством различных партий. Потому что медленно протесты перерастают в массовые по всей стране. Если провести такую некую параллель, не напоминает ли это то, что происходило на Донбассе 8 лет назад? Вот вся вот эта пророссийская, митингующие организованные массы? Ну, отчасти. Дело в том, что, смотрите, если, понимаете, вот есть большая страна, Россия, но если мы еще там помним вот эти вот все советские времена, то есть, в принципе, если бы, ой, у нас там что за окном гремит, он гремит, значит, наверное, ПВО работает. Ух, нифига себе, как... Сейчас, вот, дождите, я... Может быть, вам в метро спуститься? Ну, нет, нет. Я живу возле американского посольства, тут комплекс ПВО со временем стоит. Так вот. Само влияние большого государства, ну, наверное, если это нормальное какое-то прогрессивное влияние, в этом нет ничего плохого. Но, вот, давайте-ка посмотрим. Испомним вот этот вот российский имперализм, российский фашизм. Все направлено на что? Чтобы лишить страну, в данном случае мы говорим о Молдове, государственности. Если молдаванам государство не нужно, ну, тогда смотрите и слушайте вот эти вот рассказы о бесплатном газе, о том, как продукция сельского хозяйства Молдовы пойдет на российский рынок, как вернется вино и так далее, и так далее. Ну, эти же все посылы, они везде одинаковые. Нам тоже когда-то об этом рассказывали. Поэтому, наверное, здесь нужно вопрос ставить в таком ключе, а где органы правопорядка и спецслужбы, и, во-вторых, просто молдавское общество само должно ответить, чего вы хотите. Жить в условиях российского фашизма, где вам будут рассказывать, что мы один народ, у нас общая история, у нас общая православная вера. Отказывайтесь от части своего суверенитета, мы вам дадим 30 центов скидку на наш газ. Ну, можно и так поступить. Это дело каждого. Поэтому давайте определимся, чего пророссийские протесты, чего они хотят. То есть за российские деньги организуются протесты. Какое главное требование к Маисанду? Отдать свой пост, провести досрочные парламентские, досрочные президентские выборы в стране. Это одно из главных. И обусловлено это... Это мое предположение, отказаться от проевропейских стремлений, но я могу ошибаться. Ну, скорее всего, отказаться от евроинтеграции, и взамен вы получите, о боже, российский рынок и российский газ. Бесплатно. Был у вас президент такой, Дадон, что-то я вот не уезжал с Красной площади. Как парад, он самый первый. Приезжает за два дня, уже там ждет, когда будет парад. Вопрос. К сожалению, бывший глава государства сейчас под подпиской о невыезде. Но я думаю, что вы понимаете мою долю сарказма. Да, я имею в виду, когда он был президентом. Просто я к чему веду. Вот был президент, который всей своей политике всячески подчеркивал свои пророссийские устремления. Вот задаю вопрос всем молдаванам. Что это вам дало? Что вам это дало? Да, и снова здравствуйте. Прошу прощения. Что-то скачок напряжения. И, ну, на войне как на войне. Вы меня слышите, да? Да, я вас слышу. Мы говорили о том, как прекратить распространение российских нарративов в молдавском обществе, которое без того страдает от последствий войны в экономическом, финансовом плане. То есть это люди, подверженные влиянию. Юля, вот как раз хочу вернуться. Вот был президент Додон. Да, да, да. И снова здравствуйте. Видите, как на Додоне скачет напряжение. Мне кажется, что это, как говорится, Всевышний все видит. Я не знаю. Совсем скоро... Нет, Юля, это... Ну, вырубают. Что-то тут происходит. Ну, я вам серьезно говорю, сейчас же ракетный обстрел происходит. Смотрите, давайте в оставшуюся... Да. Давайте просто мысль закончим. Вот был пророссийский президент Додон. Вот что вы получили от российского государства? Вы получили рынок? Нет, все время им манипулировали. Любое отхождение от какого-то российского видения сразу наносится удар по молдавской экономике. Вопрос. Нафига такой партнер? Вот скажите мне. Вот вы слышали, вот есть такое экономическое объединение, называется Европейский союз. Вот у них там есть такая страна прекрасная, Венгрия. Мы все рядышком живем. Ну, политика которой, ну, мягко говоря, немножечко отличается от всех остальных. Вы видели, чтобы кто-то сказал, что надо ввести какие-то заградительные барьеры для венгерских продуктов? Нет, ну, вот ответ, собственно говоря, очевиден. И сколько бы не рассказывали вам о том, что будет дешевый газ, ну, ничего это не даст. Ну, не говоря уже о том, что часть вашей страны, как и наша, оккупирована. Если вы позволите, в оставшееся время, я все-таки хочу еще успеть обсудить несколько вопросов относительно Украины. Первые обстрелы на Запорожской АЭС. Ваше личное мнение. Присутствие миссии МАГАТЭ как-то влияет на то, что там ситуация под контролем или нет? Потому что я так понимаю, что вы поправьте мне, если это не так. Украина больше не может получать электроэнергию. Подконтрольный Киеву территорий не могут получать электроэнергию, которая производится на Запорожской АЭС. Ну, насколько мне известно, атомная станция, она сейчас остановлена. То есть у нее там есть разные режимы, но электроэнергию она не вырабатывает. Все угрозы радиоактивного заражения всем ближайшим странам, самой Российской Федерации, и Молдове, и не только Молдове, исходят исключительно от действий российских оккупантов. Давайте так. Значит, пока не было полномасштабного вторжения, это как с защитой русскоязычных, не было угроз радиоактивной безопасности. Как только станция оккупирована вместе с Энергодаром, это привело к этим рискам. Пока российских оккупантов оттуда не взгонят, а это произойдет обязательно, будут вот эти вот риски. Все очень-очень просто. И когда кто-то там говорит обстрелы, не обстрелы, российские фашисты исключают почему-то самый главный, первичный вопрос. Что российские товарищи делают в украинском городе? Что они там делают? Ответ очевиден. Так что рано или поздно мы их оттуда выгоним. Скорее всего, рано. Про Херсон тоже они тут носились, что это русская земля. Кишинев русская земля. В Приднестровье русская земля. Везде русская земля. Поэтому будет проведена операция по освобождению, и все заработает. А про движение на левый берег Херсона? Как вам кажется? Потому что звучало мнение, буквально недавно слушала, что один из экспертов в эфире украинского телемарафона говорил, что это якобы ресурсозатратно, и, скорее всего, не стоит ожидать особых продвижений по левому берегу Херсона. Война, в принципе, ресурсно-затратная вещь, и затратна в части жизни людей. Но в ситуации, в которой мы находимся, еще раз, Украина имеет и ресурсы для ведения войны, и оружие, и боеприпасы, и людей мотивированных, которые знают, за что не воюют. Никто. А вы, господин Цимбалюк, а вы довольны количеством, объемами оружия, которое поставляют в Украину? Можно тут долго говорить, но оно поставляется, это оружие, на миллиарды, на десятки миллиардов долларов. Хотя, есть же тут тоже масса исследований, что надо еще оружие на 10-20 бригадных комплектов. Ну, еще раз, можно об этом долго говорить, у нас тут тоже есть целая фракция, которая говорит, а, на Запад слил, нам не дают танки, не дают самолеты, еще что-то. Но как бы там ни было, миллион боеприпасов 155-го калибра мы получили, и под 340 артиллерийских установок разных производителей. Поэтому, если речь идет о левом береге, все это затратно. Но, я бы сказал так, наверное, не стоит ожидать, что вот завтра будет освобождена эта территория, но тактика украинской армии, она везде одинаковая. Значит, сначала ведется планомерное уничтожение российских оккупантов, на каком-то этапе будет передвинут фронт. Когда это будет? Это может быть не завтра, может быть даже не через месяц, и не через два. Будет через три, ничего страшного. Нам спешить некуда. А то, что в Крыму заявили о проведении фортификационных работ, знаете, хочется приятно пошутить на эту тему. Стоит ли ожидать к концу года подарок под елочку от ВСУ? Видите, чтобы попасть в Крым, нужно освободить левый берег Днепра, о чем мы говорили. Я не сторонник каких-то сроков, я говорю о политическом векторе. Значит, сейчас, после того, как Россия оккупировала, допустим, тот же Херсон, назвала это российской территорией, и была выбита оттуда, они убрали с Крыма вот эту вот сакральность, что, мол, Крым наш, русская земля, мы используем ядерную бомбу, мы непобедимая армия. Поэтому, исходя из этого, то, что они начали на севере Крыма рыть окопы, это хорошо, но это большая ошибка. Окопы нужно рыть сразу при выходе из Крымского моста на Таманском полуострове. Вот это с такой военной точки зрения абсолютно правильно, потому что туда никто не пойдет, и все российские солдаты, которые будут именно там, никто из них не погибнет. А как говорил нам генерал Суровитин, а он врать, конечно же, не будет, мы ушли из Херсона, чтобы сохранить жизни российских солдат. Вот будет точно такой же повод, такая же история, и, соответственно, Крыму. Вы знаете, хочется медленно приблизиться к такой позитивному моменту. Ну, насколько он может быть позитивным, конечно. Наши телезрители тоже очень следили и в обществе многие за судьбой похищенного енота. Что-нибудь известно по этому поводу? Енот взят в плен. Потому что я вот недавно читала, что вот нашла цитату на российском канале, якобы он обзавелся там полосатыми друзьями в виде российских десантников. Это российские оккупанты хотят показать, что они не только насильники, не только убийцы и мародеры, а это такой вот элемент обеливания российских захватчиков. Но, знаете, если в твой дом приходит российская сволочь, можете запикать это слово, забирает енота, а иногда забирает людей, иногда запытывает их, а потом говорит, мы все друзья, то умел бы енот говорить на русском языке, он бы поставил бы на российских военных по курсу движения русского военного корабля. Все это направление знают очень и очень хорошо. Поэтому, еще раз, эта история, она как раз и говорит о том, что вот они показывают, что они люди. С одной стороны, енота кормят, с другой стороны, енота положили, российские десантники, спускаются в подвалы и занимаются пытками украинского населения. Вот, собственно, и все. Но енот наш, Крым наш и все российские захватчики, вот еще раз, я надеюсь, что вы это не запикаете, будут здесь убиты. Как, если подытожить наш разговор, вы видите окончание конфликта, вот прошло уже 9 месяцев. Это все-таки будут, как вы с самого начала сказали, переговоры, или это будет физическое уничтожение? После очередного массированного удара по Украине начались перебои с электроэнергией. Мы были вынуждены экстренно завершить наше интервью с нашим сегодняшним специальным гостем Романом Цымбаляком. Мы надеемся, что с ним все в порядке. Оставайтесь вместе с ТВ-8. Редактор субтитров А.Семкин